Четыре свадьбы, ну вот и всё, ты замужем теперь. На берегу моря, что ли? Я никогда на море не была. Думаю, что красиво там. Песок, вода. Свадьба у меня будет в стиле лаконичного рустика. Я даже не знаю, что это за стиль рустик. Я представляю, что это должно быть всё в зелени. У меня будет мини-зоопарк из декоративных кроликов. Главное, чтобы они не попали на стол гостям. Этот зоопарк будет как-то мешать. А сюрпризики будут? Сюрпризики? Ну, у меня просто жених будет кидать букет с воблак. Большая воблак. Ты решила встать поймать? Для меня это шок. Я первый раз слышу, чтобы из воблак был букет. Бюджет свадьбы у нас составил 800 тысяч. 800 тысяч на свадьбу – это в Нижнекамске однокомнатная квартира. Блин, ну перебор вообще. Ягодка моя, для свадьбы мечты никаких денег не жалко. А мы знакомимся дальше. Следующий выходит замуж Аида. Город Нижнекамск. Наша свадьба будет в стиле бахо. Тоже в заповедной зоне, как у тебя, Настя. Ее свадьба будет чуть-чуть похожа на мою. Это будет тоже в заповеднике. Я думаю, что это будет красиво, это будет очень мило. Надеюсь, с Лосяней будет. У нас все гости, в том числе и мы с мужем, и будут в кедах. То есть мы под платье должны одеть кеды? Да. Никаких туфлей? Нет. Это не деревянский стиль. Вообще, кеды меня удивили. Я вообще не понимаю эту моду. Кеды – это суперидея. Потому что я даже на своей свадьбе так же думала. А какой у тебя будет бюджет? Примерно 300 тысяч. 300 тысяч? Да. В заповедной зоне? Да. Ничего себе. Я вижу в ней конкурентку, так как наши свадьбы будут схожи. Знакомьтесь, это Кристина. Я уже замужем. Я хочу переиграть свою свадьбу в роде годовщины. Стиль свадьбы у меня деревенский. Прямо в деревне, да? Чтобы там куры бегали. Доить коз, собирать там яйца. Я считаю, что это прикольно. А это прям будет на дворе где-то? Будет кафе. Развлекательная программа. Какие-то конкурсы там, допустим, может быть, будут. Будет драка, нет? Я не знаю, как получится. Но вот от ее свадьбы я точно жду трэша. Я не уделюсь, если там выйдет медведь с цыганами, пьяной. Конечно же, я занирую оценку, если будет драка. Вот и дошла очередь четвертой невесты. Это Алина. Свадьба будет проходить у нас в шахматном дворце. Это интригует. Пол в клеточку. Потолок в клеточку. Стены. Выездная регистрация у нас будет в виде лотоса. Там лотос, что ли, сзади будет стоять? Или у них на полу будет фигура в форме лотоса, и они на ней будут стоять? Фишка мероприятия – мини-испытание для жениха электрошокера. И мы будем задавать вопрос. И если он будет отвечать неправильно, то его ждет наказание. Я ни разу не видела, как-то человека бьют. Мне хотелось бы на это посмотреть. Главное, чтобы не моего. А он знает про это испытание? И для него это будет сюрприз. Если она своего мужчину шокером, я думаю, от него можно ожидать что угодно. Алина не способна занижать оценки. Я во всех вижу конкурентов. Думаю, что они все добрые. Мы в городе Калининграде. Или как ласково его называют местные жители – в Калике. Это родина Канта и город Янтаря. Именно здесь мы познакомимся с нашей первой парой. Первый раз Женя меня увидел в зале. Я работаю фитнес-тренером в фитнес-центре. Он там был посетителем. По его словам, он меня сразу же приметил и решил не медлить и написать мне в социальных сетях. Ну, написал. Привет, говорю. В зале улыбаешься. А фотография такая строгая, какая-то такая хмурая. Как-то мне сразу так понравилась. Такая прям невинная, маленькая такая вся. Сразу же после первой встречи он сказал, что я буду его женой. Вижу цель, иду к ней. А теперь самое интересненькое. Как предложение ты сделал? Мы договорились в выходные дни поехать на море. Заехали на косу, и буквально через километр он останавливает машину на парковке рядом с огромной урной мусором. Я не понимаю, в чем дело, Грушень. Он говорит, давай здесь погуляем, в этом лесу. Как замечательно. Мы поднимаемся на смотровую площадку. Посередине стоял столик, стульчики, горели свечи. Он резко судится на колено и делает мне предложение. Счастливая ты, Настя. Такого парня отхватила. Но время уже поджимает, и нужно скорее собираться. Ведь совсем скоро ты станешь женой. Да и соперницы уже на подходе. С гостинцами. Идем мы на свадьбу. Кристина с пирожками. Кристина, кто пек пирожки? Рассказывай. Так как у меня муж пекарь, мы решили тебе испечь на вашу свадьбу эти пирожки. Смотрите, сколько народу много. Так, девочки, животики втянули. У нас смотрят мальчики, смотрят гости. А мы с пирожками. Мы пришли на свадьбу, все было достаточно весело, было много гостей. Да, пойдем. Кристина, дари уже свои пирожки быстрее. Блин, а где-нибудь оставь? Правильно. Давай пристраивай их уже. И бегом все осматривать. Живой уголок для детей, видимо, по большей части. Ну, и взрослые туда пытались окунуться. Ну, что действительно на них смотреть? Ты чего? Их можно взять, наверное. Ты же никогда в жизни кроликов не видела. Ну, немножко по издевательски по отношению к животным это выглядело. Нет, это всего один день. Я думаю, что кролики могут потерпеть один день. Зверушек потискали. Переходим к приему пищи. Фуршет мне действительно очень понравился. Он был вкусный. Можно было и фруктов поесть, и мясных закусок. Вот единственное, что я туда поела, это фрукты, по-моему, только ела и все. Ну, потому что я никогда не ела такие блюда. Для меня это... Ну, я смотрела на них со стороны дико, и я не знала, что это такое. Мало ли мне не понравится. И как-то при гостях это все выплевывать я же не буду. Ну, орешки меня смутили, которые лежали кучей на тарелке. Это как узбекский плов. Кто что делает этими руками, да непонятно. Девушка-красавица, можно? Да, конечно. А зачем вы не доедаете? Кости, конечно же, сначала отнеслись очень с испугом. Не очень добродушно. На нас смотрели с опаской. Вообще, как бы, они поначалу сказали, что мы пришли испортить свадьбу. Я бабушка-невеста. А я папа-невеста. Сегодня будем на вашей свадьбе, так как потом и Настя на нашем будет свадьбу. Красивые такие. Подошла бабушка, и она прям вот так вот руки поставила. Я думала, мамочка, хоть бы только тут сейчас не началось. Вот что точно сейчас начнется, так это церемония бракосочетания. Началась сначала церемония, заиграла красивая музыка. Выходит жених. Он вышел в свадьбном костюме. Ну, симпатичный мальчишка, такой накачанный, такой на спортике весь. Выходит Настя. Настю ведет папа. Приятное платье, ничего такого особого. Платье ей очень пошло. И выглядело очень так красиво и женственно. Платье у нее немножко кремового цвета, да, по-моему. А фата у нее чисто белая. И она с платьем вообще не сочеталась. Ну, еще у нее в конце фата упала. Отличная пара прям. У тебя сейчас надо реветь. Я всю церемонию прорыдала там, просидела. А я даже на девчонок не смотрела. Ну, я думаю, мы втроем там ревели, сидели. Мне кажется, плакали все, и я тоже плакала. Не знаю, что я сидела, просто утирала слезы, не могла остановиться. Объявляю вас мужем и желаю вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Добро пожаловать на свадьбу Анастасии. Бюджет 800 тысяч рублей. Стиль свадьбы – лаконичный рустик. Фишка – букет жениха. Мы зашли в зал. Красиво, интересно. Цветы были уже такие полуживые. На президиуме висели цветы кверх тормашками с кисеями. Это выглядело очень красиво. За столом мне не понравилась коробка, в которой лежали салфетки. Можно было бы хотя бы поставить обычную, там, железную. Как бы более-менее красиво смотрелось бы, чем вот эта деревянная фигня. Критики, СМИ. На очереди банкетное меню. Пробуем. Мне кажется, они вообще все самые вкусные на ту сторону стола, если честно, положили. Ну, еды было достаточно, но именно вот вкусной еды было действительно мало. Сырная тарелка была точно очень маленькая, на 10 человек вот, ну, как-то. Ну, действительно, там нечего было пробовать. Потом в итоге принесли нам шашлык, и все. Можно попробовать пирожки? Берите. Пирожки же мы же принесли на стол. И гости вообще там на уразы точили эти пирожки. За столом, за которым мы сидели, они просто улетели. Там как минимум два пирожка всего осталось. Не зря я всю ночь пекла. Такую вкуснячную. Тем более муж пекает. У меня не было желания пробовать эти пирожки, которые тряслись сутки в поезде. Горька! 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 Хватит. В смысле хватит? По-моему, мы только начали. Что там у нас из развлечений? Я, короче, запомнила фокусника, который был вообще вялый. Фокусник очень забавный парень. Он такой молодой, такой маленький, но очень делал серьезный вид. Фокусник так вообще чудак какой-то. Отстаньте от фокусника. Лучший первый танец молодых посмотрите. Звадебный танец. Мне их очень понравился. Он ее и на руках таскал, и поднимал, и там ничего не крутил по всему танцкому. Блин, в какой-то момент он ее так взял, подкинул, и она вот прогиб не смогла сделать, да, и она вот как-то вот... Вот так вот. Вот это движение не надо было им добавлять в танец. Но в целом они молодцы. Вы у меня тоже большие молодцы. А вам потанцевать-то удалось? Ну там вообще оторви башка были танцы. Звучит музыка Потом жених вместо подвязки бросал букет из области. Не, вы сейчас порвут на части этот букет. Стойте, нет, нет. Три, два, один. Там прям битва была. Вот ценность вобла в этом месте, видимо, вообще очень высокая. Идея очень прикольная. Это было очень весело. Тусовщицы мои, пришло время оценок. За свадебное платье Насте я ставлю три балла. Прям вот было видно, а вот здесь пустота. Подбирать же надо платье так, чтобы оно как бы село на тебя. За банкетное меню на свадьбе Насте я ставлю три балла. По причине того, что мне действительно было мало еды. За оформление и место проведения Насти на свадьбе я поставлю, наверное, восемь. Потому что мне понравилась живая декорация. Мне понравилось то, что все белое. Как бы белая скатерть, белые столы. Ну вот и все, ты замужем теперь. Мы в Нижнекамске, в одном из самых молодых и многонациональных городов России. Он появился на карте страны всего полвека назад. И именно здесь мы познакомимся с нашей следующей парой, Аидой и Рамисом. Я участвовала с мамой в одном благотворительном проекте. И мы в течение трех дней собирали деньги. Участвовала с нами девочка. Ее зовут Феня. И вот в конце последнего дня я ее довозила домой. И она мне говорит, хочешь я тебя с парнем сегодня познакомлю? Я сижу в кальяне, курю кальян, забегает в Феня. И она говорит, давай я тебя с девчонкой познакомлю. А мне там что, свободный чувак? Что нету, давай. Я поняла, что Рамис уже 100% мой мужчина. Этот момент у нас произошел после первой нашей совместно проведенной ночи. Это случилось не сразу после знакомства. Мы несколько месяцев просто дружили. Тва или три месяца, да? Да. Но она всегда, ты знаешь, первый поцелуй, обнимашки. Да, у меня все. Для мужиков это банально. Что офигел? Офигел. Вообще офигел. Вообще офигел. Самое офигевшее. А у нас прямое включение из дремучего леса города Нижнекамска. На связи наши специальные корреспонденты. Мы приехали в город Нижнекамск, к Каиде на свадьбу. Сейчас мы находимся в лесу. Я, как вы можете заметить, уже нашла гриф. Да, в принципе, неплохо. Лес. Да нормально, пойдет. Ну, раз уж пойдет, то что вы ждете от свадьбы? Я жду от свадьбы веселья, выпивки много. Я планирую себя сегодня вести активно, так как я думаю, что Аида от нас этого и ждет. Веселиться. Настроена этой свадьбе веселиться, веселиться, потому что, ну, считаю, что свадьба должна прям огонь пройти веселым. Ну, девоньки мои, пойдемте уже. Мы идем вниз по тропинке. Ой, смотрите, как красиво, какое озеро. Сколько молодых? Видим арку. Я подумала, что это турник вообще какой-то. Нет, это само очень выграшенное по себе. Я подумала, что это турник сначала. Турник? А арка была украшена живыми цветами. Выглядела очень красиво. Ой, они так пахнут, капец. Розово себе классно пахнет. Ну, красиво. Но мне не понравилась арка. Я бы ее больше цветами украсила. Мы пошли к фуршету месту Алико. Были такие легкие закуски. Вот эти палочки. Даже если ты издевались над едой. Я никогда не понимала вот такую закуску, потому что я никогда такую не ела, и мне она не нравится. Это чисто вот... Так ты же не ела. Откуда, знаешь, нравится? Ну, она мне на вид даже не нравится. Ну, так попробуй. Ладно, так уж и быть попробую, но маслины я не ем. Странно пахнет так. Ну, из закуски мне не понравилось вот это вот на палочке сыр, огурец и оливки. Господи, такого... Жесть. Это какая-то... Не понравилось? Нет. А что ты попробовала? На палочке. Я даже не доела. А, так это же, который тебе очень понравился, сыр. Сыр фитмин. Он мне понравился. Я попробовала эту штучку с креветкой. Пусть все. Неулемно. И что, как? Ну... Мне понравилось. Вкусно. Обычные нормальные фуршеты. Фуршеты, б***ь, честно. Я вам не реально не понимаю, потому что я не ем ни креветки, ни этого, наступного, 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 наступного. Какую-то там музычку. Вот, очень приятный молодой человек. Очень приятно внешне. Такой брутальный весь, ну, модный. Мне понравился жених, он симпатичный. Звучала медленная музыка. Аида, ваши аплодисменты не смолкают! Аида со своим сыном на лодке приплыли по этому озеру. Место располагало не для того, чтобы так появиться. Она должна была с оригинальностью. Шикарно вот с лодкой придумали. Она сидела там, ну, как королева. Вышла такая вся феечка-феечка. Нашла, а это смог при ней на платье наступал. Я сама на платье наступила! Больше бы не... Давайте поаплодируем! Вся семья в сборе! Собака великолепная. У жениха и у пса были одинаковые бабочки. Это такая, что было очень мило. У Аида было платье. Не могу сказать, что это прям стиль бога. Но у нее были такие крупные, там, вроде, какие-то цветы, что ли, розы. Юбка фатиновая была. Ну, обычная занавеска, господи. Вообще, даже свадебных платьев красивых не умеют делать. Мне не понравилось. Оно и подходило, но я бы такое не наделала. Не мой вкус. Мне не понравились эти четко выраженные чашечки. Ой! Они давали друг другу клятву. Все так мило и романтично. Торжественно заявляю перед всеми, вояя тебе даю кольцо. Снах моей чистой, истинной любви. Я клянусь, ты делаю, что-то поцелуй. Вот. Эти влюбленные взгляды, ну, это так мило. Я даже по-своему стала скучать. Я увидела, что это действительно счастливая пара. Ну, вот они прям вот не созданы друг для друга. Длюг, 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 длюг. Друг. Нет, друг для друга. Вот. Ваш ответ, жених. Раз, два, три. Спасибо. Добро пожаловать на свадьбу Аиды. Бюджет 300 тысяч рублей. Стиль свадьбы – Бохо. Фишка – гости в кедах. Мы сели, принесли нам салат с говяжьим языком. Готовы? Буду знать. Ты такой никогда не ела. Было не очень то, что вот один салат, и выбора у тебя больше нет. А я, допустим, говяжий язык не ем. Ну, салат такой был. Для меня слишком много зелени. Как они здесь фасуют стол? Я его фасую. Я его фасую. С вами вам подарок. Этот салат мне не понравился вообще. Чисто сыр пармезана или чисто говядину, я понимаю. Ну, вот это зеленые листья смешать, ну, это трава какая-то. На резке была колбаса, и я, конечно же, скормила все это милому псу. Был суп. Сначала он мне показался в тему. Я съела ложку, мы ушли на пирс. Он остыл, и его сразу убрали. Принесли суп. Я, значит, там лакнула пару ложек. А я смотрю, его нету. Я такая, где мой суп у официанта? А мы его отнесли. Я его даже толком не попробовала. Ну, сейчас горячее, прям, только, ну, вообще, ну, что-то надо спрашивать, вообще. У гостей. Это что-то было для меня такое новое, что, ну, в банкетное меню входит суп. Ну, я, во-первых, не любитель супов. Суп мне не понравился. Как нас поедут? Ты мальчик? Ты мальчик? Трудец. Я думала, это официантка, действительно. Точно мальчик? Это, оказывается, мальчик. А у него ручки такие нежные, как у девочки прям. Глазок такой, как у баб. И она к нему потом приставала, мне кажется, весь банкет. Мне было дико стыдно. Смеялись мы все, потому что мы не могли сдержать эмоции. Мне кажется, что он потом нам мог приносить блюда за это. Молодые! Мы сидим, и ведущий говорит, а давайте теперь устроим мастер-класс для гостей. Мы бы хотели немножко потанцевать брейк-данс. Ничего сложного. Бонгел цайк до нас, на стоке на голове. Все, как вы умеете. Нас пригласили тоже поучаствовать во флешмобе брейк-данса. Они выбрали самые легкие, простые движения, чтобы каждый год смог их повторить, кроме последнего. Последний, конечно, когда там парень упал чуть ли не на шпагат, я понимаю, что в моем платьице это не вариант. Конечно, мы безумно все пластичные. Но мы и старались, старались, конечно. Брейк-данс это тоже не мое, но я не люблю такой танец. Кристина, ну тебя сегодня прям ничем не зацепить. Может, молодые порадуют? Аиду жнюхом вышли танцевать. Танец медленный был. Дети, как ангелочки, разбежались, начали танцевать по кругу. Ну вообще красиво, когда вот это все пар, была вода рядом. Все было в тумане. Я вижу только голову. У нее уже как в тумане получился у них. Все пары на танцплощадку! Подходят к нам молодые люди, которые сидели за нашим столиком и пригласили потанцевать. Кто пошел с мужиками танцевать? Ничего не было. Не докажете, будто фотошопили. А вы все замужем, да? Да, мы да. Ну, я так на расстоянии с ним танцевала. Я ни с кем не танцовала. Замужние танцуют с чужими мужиками. Ты знаешь, что тебя будут снимать в любом случае? Ты вообще дура, ты муж головой. Мне понравился жених, он симпатичный. Я знаю, что будет смотреть мой муж, я вот ни с кем не танцевала. А мы вот хотим посмотреть, какие вы оценки Аиде поставите. За ставительное платье Аиде я поставлю, наверное, оценку 6. Потому что оно мне не понравилось. Мне не понравился фасон этого платья, мне не понравились эти бабочки, вот эти детские штучки всякие. За банкетное меню Аиде я ставлю 5 баллов. Потому что вроде, с одной стороны, здорово, что у каждого индивидуального блюда было. Но, с другой стороны, выбора она нам не предоставила особого. То есть салат был с говяжьим языком, который я не люблю. Суп мне не понравился. Я оставалась только надеяться на горячее. Слава богу, что горячее мне понравилось. За место проведения и оформления свадьбы Аиды я ставлю 6 баллов. Потому что они подгадались с местом, но было безумно холодно и были мошки. Смотрите далее. Какие разочарования ждут Кристину? Реально током будет. Соперничество накаляется. Я переживала, что будут рвать баян, а рвали курицы. И кто вырвет победу у соперниц? Я считаю, что достойна победы либо я, либо Настя. Ну вот и все, ты замужем теперь. Мы в Ахтубинске. В городе соли и авиации. Он славится рыбалками, лечебным озером Баскунчак и сочными арбузами. Но мы приехали сюда не за этим, а познакомиться с нашими следующими влюбленными. Ну вообще, я пошла с сестрой на дискотеку. Как бы было идти в лон пешком. И тут как внезапно появился Алексей. Типа с понтом подвезти. Да, с понтом подвезти. Поздал на чаю домой. А через год вот. Да сынок. Чай неудачный был. Леша мне сделал предложение. Мы сыграли свадьбу. Свадьба не удалась. Там была утопичная прическа. Там был макияж ужасный. Во-первых, я была беременна. Мне мешало пузо надеть платье. Поэтому я хочу переиграть свадьбу в роли годовщины. Да давай, скажи, что не любишь. Потому что я тебя люблю очень сильно. Ай. Пельмешка ты моя. Ненаглядно. А в городе Ахтубинске уже высадился десант невест. Соперницы все в ожидании деревенской свадьбы. Деревенская свадьба это всегда весело должно быть. Особенно деревенская дискотека. Но как-то вот смотря на Ахтубинск, я уже не знаю, если честно, что ожидать. Все, мне кажется, будет построено на импровизации. Мне кажется, мы будем удивляться. У меня есть цель. Сегодня я выживу. Я буду есть все и заживу. На тысячу процентов буду отрываться. Мне тоже не терпится все увидеть. Идемте. Ну что, девчульки, готовы? Зажигать? Да. Мы видим, что свадьба будет возле железного переезда. И железная дорога не была ничем ограждена. Вот это, конечно, пугало. Могли лишнего выпить, пройтись и уже конец. Конец. Так себе, конечно, местечко. Должен быть всегда контрастным. А мы можем внутрь проходить или нет? Здрасте. Все, да, мы можем? Мы зашли в зал торжества. Справа стол, слева стол и прямо стол. Смотрите, какие пальмочки замечательные. Вот это курица. У нас на столе такая же вообще-то. Да? Так как это годовщина, особо украшения зала не было, как такового. Но стояла две пальмы. Был бы вид лучше, если бы вот этой конструкции не было. Лучше бы молодые сидели прям за барами нормально. Мне очень понравились там потолки. Потолки красивые, красивая люстра, но зала, наверное, слегка маловато. Нормально, мне нравится очень люстра. Смотрите, какой потолок красивый у них. Карамельки мои, отлипаем от потолка и бегом на улицу встречать молодых. Дорогие мои гости, давайте все здесь соберемся. Мама, в руки каравай. Арису можно? А Кристина и Леша подъехали. Да! Давайте поаплодируем! Мини, Кристина! Свадебное платье Кристины, как сказала нам на встрече, она не хочет надевать. Вот она как раз подобрала для себя образ, чтобы выделиться из толпы. О, классическая одежда, нормальный все. Я сразу приметила, у Кристины красивый был этот венок на голове. Мне он понравился. А мы сейчас выпим? Лёна, Алексей и Кристина. Чувство символ богатства, рис сыпется на вас. Кидание риса – это древний странный ахтубинский ритуал. Ну, как бы я старалась не в голову это делать. Да, потом был каравай. Поздравляю вас. Желаю вам самого-самого хорошего. А мы с обами. Опа! Она вообще доминирует конкретно. Девчат, ломайте. Мне с изюмом. Каравай, да, был вкусный. Его опекла как раз сама крестная мама Кристины. Как по традиции надо, наверное, соблюдать. Тем более, ахтубинский, я думаю, да. Добро пожаловать на свадьбу Кристины. Бюджет 50 тысяч рублей. Стиль свадьбы – деревенский. Фишка – традиции. Вот я сажусь. На столе просто трэш. Ну, реально. Мне страшно это есть. Про еду – тоже такая сомнительная вещь. И вообще, в принципе, была не голода. Поэтому огурцы с виноградом вот так зашли. Каждому порцию салата – это мощь. Я такое первый раз вижу. Я там пробовала вот этот оливье, долму. Хотела попробовать рис, но как-то рис есть в сухомятку. В общем, все было пересолено, что я пробовала. Видимо, это ахтубинский плов. Вот так варят плов в Ахтубинске. Просто рис и финики. Салат такой засохший уже, вот этот майонез. Там очень много его. Милашки мои, внимание! Поздравления начинаются! Чтобы было всегда понимание. Умир, понимание, умер в семье счастье. А остальное все приложится. Че? А сейчас я хочу по сторонам традиции попрошу вас с одной курицей дои с половину кому-то не большая. Должен быть лавасы. Я переживала, что будут рвать баян, а рвали курицу на этой сзади. Ага, сейчас! Смотри, у него какой курицей! А какая у вас певетная шахтая! Рвала активно Кристина эту курицу. Мужу она дала маленький кусочек, себе оставила всю курицу. Как доминирующая женщина. Кристина оторвала так, оторвала. Понятно, да, кто у них сразу был хозяин в доме. Пока ты наполняешь? Давай! Тамада просто руководила полностью всем процессом. То есть она следила за каждым участником вот этого всего действия и руководила им. Я предлагаю вам выполнить небольшое задание, которое называется «Наши руки не для...» Вот эти ручки там, что-то два, три, четыре. В общем, мы такую зарядку делали в начальных классах. Можно было показаться, что ведущая брала все в свои руки и пыталась регулировать гостей. Я точно знаю, что ты сегодня для них приготовил танец. Грудь вперед, челка назад. Готов? Ставь ноги, поехали. Три, раз, два. Подожди, три. Куда ты? Раз, два. Все, что происходило вообще на этой свадьбе, я вообще не понимала, что к чему. Я просто интуитивно делала то, что говорит «Тамада». Я же поехал в команду Малисии. Поехали. Мне все понравилось. Мне не понравилось только одно, что надо было целоваться или там обниматься с гостями. Для меня вызывало личный дискомфорт. Ну, надеюсь, танцы вас точно не разочаруют. Мама, Люба, давай, давай, давай. Мама, Люба, давай, давай, давай. Мама, Люба, давай, давай, давай. Торт вынесли немножко неожиданно. Это было. Я вообще ждала горячего блюда, супа, блюда горячего. Ничего этого не было. Торт был со свечами, которые не задувались. Они дули, 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 дули и не задули. А потом нам дунуть не дали. Леша, как мужчина, погасил их рукой. Ура! У вас получилось. Торт был вкусный. Торт действительно, он был такой бисквитный, с масляной прослойкой, масляный такой крем. Мне очень нравится. Торт я попробовала. Я его не съела, потому что торт был масляный. Я масляный торт не ем. Мне не нравится, для меня это слишком жирно. Ну, в конце, когда к чаю принесли вот этот бабушкин сервис, вот этот коричневый, пластиковый, я поняла, что там беда, беда прям с посудой. Куда вы? Ну, там было скучно. Это ужасно. Мне время жалко, ну, честно. На самом деле, свадьба нормальная. Но я бы, наверное, осталась в Калининграде. Все, мне больше нечего сказать, я не знаю. Но, да нормальная свадьба была. Главное, что все было душевно. Для годовщины у нее было все хорошо. Ну, значит, и оценки будут хорошие. За свадебное платье Кристине я ставлю два балла и ставлю только за ее красивый венок. За банкетное меню Кристине я ставлю один балл по причине того, что я практически ничего не попробовала. Не захотела. За место проведения и оформления Кристине я поставлю, давайте, стройку. Потому что вот именно атмосфера вот этих людей, безобидных, таких добрых, таких наивных, каких-то вот за это трепала. Ну вот и все, ты замужем теперь. А мы в крупнейшем городе Поволжья, Саратове, где через Волгоградское водохранилище перекинулся самый длинный мост в Европе. Но до 1998 года, пока в Португалии, не построили мост через реку Тежу. Но здесь нас привлек не этот факт, а предстоящее замужество нашей новой пары Алины и Ильи. Знакомимся! Вызнакомились мы в интернете. Илья мне написал. Я увидел у нее в ленте лошадей, спросил, увлекаясь ли ты имя. Илья решила блеснуть, пригласила на свидание. Она мне ответила, да, я профессионал. Показать мастер-класс она, естественно, согласилась. И мы пошли на ипподром. Я подумала, блин, какой классный парень. Я влюбился практически ровно тогда, когда я ее увидел. У меня в глазах засияли звездочки. У нее была очень классная широкая улыбка. Много я брекеты к тому времени сняла. Конечно, феерических шоу я не показала, но старалась. Илья очень много-много смеялся. Она меня очень сильно удивила, потому что она на лошадке сидела всего лишь второй раз в жизни. А я очень боялась за то, что она может упасть. Но ничего, все живы-здоровы. И слава богу, а то бы мы не узнали, как он сделал предложение. Это было перед Новым годом. Я так ждала, что он в ближайшие дни должен сделать это предложение. Я прошерстила всю квартиру. Я искала везде. На нее случайно упала елка. И я немного расстроилась. Прям сильно расстроилась. И тогда уже я не выдержал, достал кольцо и делал ей предложение. А где кольцо прятал? По дивану. Прекрасная солнечная погода нас встречает в день свадьбы Алины. И мои королевы без лишних слов и в хорошем настроении уже спешат к месту проведения торжества. Идем мы на торжество. Красная дорожка для нас, девочки. Нас никто не обратил внимания. Ведущий должен был как-то познакомиться с гостями. Мы пришли, нас действительно никто не встретил. Но, может быть, они слишком были заняты. Крошки мои, зная вас, вы быстро найдете, чем себя занять. Можно мне налить? Там шампанское. Спасибо. Шампанское там. Я хочу мохито алкогольное. Да? Давай жахнуть, мальчик. Там была выпивка. Я поняла, она сразу заметила этот огромный бокал, где наливали мохито алкогольное. Такая, все, девочки, нам сюда. Остаемся здесь. Обнёдень. Потом пошли мы в сторону фуршета. Там стояли три закуски. Все это было на стеклянном подиуме. Сыр с виноградом. Какие-то корзиночки. Да, и бутерброд с паштетом из печени. Я понюхала, даже не стала есть. Как будто хлебом пахло. Вообще не соляная. Закуска неудобная. Ну, бутерброд мне понравился. Я вообще печень не ем. Честно, не вкусненько. Я всё попробовала. Мне понравился виноград с сыром. Простовато, на мой взгляд. Можно было за эту сумму что-то там повкуснее сделать. А как вам оформление церемонии? Когда Алина рассказывала, что у неё арка будет в стиле лотоса, какой-то замок, или мне так показалось, да, я думала, что там реально как Алиса в стране чудес. Будет какой-то сад красивый. В итоге сад как в огороде цветочками. И вот эта конструкция, напоминающая логотип спортивной одежды. Да, она стрёмная какая-то вообще. Но вам прям сегодня не угодишь. И тут началась церемония. Появился жених, он типа бежал. Весь такой счастливый, глаза горят. Под указку ведущего, дай пятюню, дай пятюню. А то он сам, блин, не догадается, что надо дать пятюню. Давай, давай, пятюни, пятюни, раздай пацанам. Вот так. В принципе, на вид он вообще симпатичный. Как бы, ну, ничего против не имею. И костюм ничего такой. Ну, вообще как бы стандартно. Даже он не как жених, наверное, как гость больше, наверное, выглядит. Обычно вот как бы вот, ну, люди ходят там на работу, может быть, ходят. А где невеста? Не знаю. Алина вышла к нам в сопровождении своего папы. Это было, ну, очень мило. Алина шла с отцом по дорожке, он ее вел. Видно было, как он волнуется. Ну, такое нормальное платье, не скажу, что оно плохое. Такое с розоватым оттенком. Ну, не скажу, что шикарное. Ну, платье, на самом деле, изначально был ляп сразу у нее. Вот здесь вот так. И вот туда полплатья заживало. И не скажу, что на тот бюджет, который она выделила, там сколько, 60 или 70 тысяч, минимум 30-40 тысяч, но не больше. Дорогой, любимый мне человек, я нашла тебя, я этому очень счастлива. Я безумно тебя люблю. Каждый день, наполненный с тобой, это счастье. Алина сказала более красочную, яркую и длинную речь. Немножко она была в напряжении, так скажем. Радости я там не увидела. Алина смотрела на жениха вот прям реально искренне. Она с такой любовью это все выражалась. Шикарно прям она это все сказала. Хочется каких-то там, ну, пять слов, грубо говоря. Ну, она прям ему в глаза это жила. Он типа, я тебя люблю. Ну, что это такое? Я люблю тебя. Ну, клятву, кратко, сестра таланта. Вот, мужчины говорят о своих чувствах в двух словах. Скорее всего, я думаю, что Илья просто переволновалась. Добро пожаловать на свадьбу Алины. Бюджет 700 тысяч рублей. Стиль свадьбы классический. Фишка сюрприз для жениха. Заходим в зал и видим, что зал по себе такой просторный, был большой. Всюду цветы были. Президиум молодых тоже много-много было цветов. Президиум? Странное слово для меня, конечно. В итоге мы увидели опять искусственные цветы. На самом деле искусственные цветы лично я даже на могилы не ношу. Очень много цветов, но они искусственные. Да? Ну, это прямо сильно задело Аиду. Фу, цветы искусственные, искусственные. Кристину тоже, само собой, это тоже ей не понравилось. Кристина всегда поддержит, когда... Когда что-то надо пахает, она всегда поддержит. А Настя, она ярый защитник Алины и с транспарантами стояла и отстаивала, что все круто и красиво. Ох, хорошо, что вас сейчас виновники торжества не слышат. Да, мы стоим, ждем молодых, и вдруг голос за кадром, голос молодых. Мы идем. Дайте шума и аплодисменты. Встречайте лучше. Я в этом дешево. Подошли к караваю, оторвали каравай, кто больше. Алина схватила побольше кусок, на самом деле. Просто она потом отщипнула чуть-чуть. Ах, я не буду много брать. Зайки, вы такие критичные, потому что голодные. Давайте уже к столу. Ой, на столах чего только не было. Были креветки, миди. И я вот эта морская как-то вообще не ем. Я не люблю это. Я салата с цезарь, с креветками ела первый раз, потому что я тоже креветки не очень люблю. Мне больше нравится с курицей. Да, пирожки с картошкой были. Да, Кристина их ела. Ела-ела. Сточила я ее, заставила один пирожок съесть. Я съела всего два пирожочка. Потому что я не хотела есть, потому что мне испортили все аппетит. Вот эти морепродукты все. Закусок много, нацелусы. Слушай, я свинья. А нас посадили за очень скучный стол. Ну, гости, конечно, были необщительные. Жесть, так они полумертвые там были, гости. Ну, ведущая действительно контролировала полностью процессы. Ведущий там на все случаи жизни. Он и пел, и танцевал, и пел, и командовал. Кристина, мне кажется, половина банкета просто просидела в телефоне, куда-то смотря в потолок. Либо так, либо там так. Я сидела в телефоне, потому что мне реально неинтересно было. Ведущий там, хэй, 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 как Дед Мороз. Ну, реально, он скучный. Можете даже перекусывать. Потому что глядя на экраны телевизора, всегда можно съесть гораздо больше. Мне вообще было нечего делать, кроме как есть. Я не удивлюсь, что Алина специально сделала, что конкурс только для мужчин, чтобы они не участвовали. Началось представление гостей. Он начал там типа, кто с какого города. Я такая руку тянула. Ну, алло, может, меня спроешь, с какого я города? Димочка моя. Добрый вечер. Здрасте. Я с Ахтубинска. Еще раз? С Ахтубинска. Ахтубинска. Нет, не Ахтубинска. Подожди, подожди. Какой Ахтубинск, блин? Это Ахтубинск. Это Астраханская область. Еще раз, откуда? Ахтубинск. 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 Как раз его зовут? Ахтубинск. Чем славится Ахтубинск? Ахтубинск. Кажется, ведущий не особо старается понравиться самым придирчивым гостям этого вечера. А зря. Может, танец молодых вам больше по душе придется? Первый танец молодых был смешной. Было все трогательно, мило. Ребята сделали все по максимуму. Молодец. Молодцы. Полная, потому что они оба путались, они не знали, в какую сторону крутиться. Они подготовились плохо. Понятно, с вашими танцами это не сравнить. Прошу на танцпол. Ну и тут начались наши танцы. Мы побежали с талан, надо же тряхануть, надо же растрясти. Мы начали танцевать, хоть какую-то минуту мы начали отрываться. А как вам сюрприз жениху? Ну да, ведущий вытащил жениха на сцену, нацепил им вот этот браслет. Если будут неправильные ответы, на вот эту кнопочку нажимаешь ты... И значит, реально током *** не будет. Вопрос. Сколько стоит помыть машину, если мочится Алина? Илья почти на все вопросы ответил правильно. Это правильный ответ, друзья. Бурный аплодисмент. Совершенно верно, друзья. Да, друзья, это так. Там один или два раза он, по-моему, ошибился. Ты нажимаешь на кнопку? Ну, она когда нажимала кнопку, я думала, он просто из виду дергался просто. Как будто его этот... Судорога дергает где-то. Это реально, ну что это вот это? Выкатывают торт, и почему-то в этом гребаном торте живые цветы. Почему? Везде искусные, а там живые. Вынесли в торт очень феерично. Прям, блин, нас бы так встречали, вообще было бы круто. К людям бы так относились. Кондитер постарался этот торт, и мы бы... Ну, я бы его сделала за час. Вот. Там украшен этот торт был только ленточкой розовой из мастики. Больше ничем. М-м-м, мне не нравится. Во-первых, он был невкусный. Билиберда какая-то. Да, на вкус нормальный. На вкус торт нормальный. Отвлечается, отвлекается, отвлечается. Отвлечается от всех наших тортов. Похоже, кто-то перебрал торта. Главное, чтобы язык не заплетался, когда оценки выставлять будете. За свадебное платье Алины я ставлю 6 баллов, потому что, в принципе, образ мне весь понравился, да, вот. Но платье было не совсем, на мой взгляд, удобное. За банкетное минимум свадьбы Алины я ставлю оценку 1, потому что там было в основном все из морепродуктов. Но это на любителя, опять же. Не все любят морепродукты. За место проведения и оформления свадьбы Алины я ставлю 1. Потому что арка никакая. Потому что место не для таких церемоний. Потому что цветы мертвые. Вот и отгуляли мы четвертую свадьбу. Совсем скоро мы услышим имя победителей, которые отправятся в путешествие мечты от канала «Пятница». Ну вот и все, ты замужем теперь. Четыре свадьбы позади. И прямо сейчас мы узнаем, кто станет победительницей проекта. Анастасия, Калининград. Кристина, Ахтубинск. Аида, Нижникамск. Алина, Саратов. Кому достанется суперприз? Путешествие мечты от канала «Пятница». Мне как-то жалко, что заканчивается все. Здорово, поездили по городам, видели, сравнили. Мне все понравилось. Все, все, все. Мои главные конкурентки это Алина и Настя. Кристина, годовщина свадьбы была пониже уровня, чем у девочек. Вот мы три, я считаю, конкурентки. Я считаю, что достойны победы. Либо я, либо Настя. Алина, приятная, воспитанная девочка. Мы сдружились. Такая лицемерная тварь. Она в глаза мимими, а за спиной может что-то ляпнуть. На самом деле, Алине вообще глубоко наплевать на нас. Аида, она хитренькая. Первое впечатление мне показало, что она такая стервозная баба. На самом деле, она вообще крутая бабень. Аида, как вот она и была, такой веселая и позитивная, она ничуть не изменилась. Когда я увидела Настю, я сразу поняла, что эта девочка очень милая, добрая. Я считаю, что я не ошиблась в ней. У нее была великолепная свадьба, душевная. Мне безумно понравилось. Настя наивная какая-то, она прям верит всем. Кристина мне сначала показала замкнутым человеком, необщительным. Но оказалось абсолютно не так. И это такой гром. Она рубит с плеча. Она говорит, что думает. Очень простая, без всякой там корысти. Обычная девчонка деревенская. У нее свадьба такая была обычная. Там обычные люди были. Гости жгли до победного. Было весело. У нее был тамада. Веселые были конкурсы, необычные. Лодочка, фонтанчик, лодочка, фонтанчик. Для деревни это круто. Мне пофиг на другое мнение, на чужое. Мне моя свадьба лично понравилась. Для меня это, ну, шикарно. Вот и наступил решающий момент свадебной битвы. Основные оценки невесты уже выставили. И теперь им предстоит распределить финальные 50 баллов за общее впечатление от свадеб друг друга. Сейчас, 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 сейчас. Какие оценки? Так, главное не перепутать. Стоп, да, все равно. Да, я решила. Хочу поздравить вас с финалом. То, что все уже, расстаемся. Ну да, заколебали уже друг друга. Ну, я не знаю, мне грустно. Я по счету одной свадьбе погуляла. Надо встретиться на годовщине. Давайте. Золотой годовщины каждой из нас. Вот так вот. Через 50 лет? Да. Да. Девушки в мучительном ожидании. Прямо сейчас в студию войдет муж одной из невест. Именно эта пара и станет победителем проекта. Поздравляю. Спасибо, девочки. Спасибо. Мы поздравляем Аиду. Ваша свадьба самая лучшая. Первое место и 113 баллов. Кристина на второй строчке. Заработав 86 баллов. Анастасия на третьем месте. Ее 82 балла. Алина заняла четвертую строчку, набрав 50 баллов. Ну а теперь настало время посмотреть, все ли вели честную игру. У кого остались скелеты в шкафу? Открываем книгу оценок. Девочки, на оценке не обижаемся. Кто что заслужил. Это вы записали, да? Вы уже поняли, Кристин. Как бы могла бы не рассказывать. Кристина Аиды. Платье невесты 6, банкетное меню 3, оформление 6, общее впечатление о свадьбе 48. Ты просто шикарная была. Кристина Анастасия. Общее впечатление 1. Завидовалась. Вы мне что-то против. Аида Алины. Платье невесты 2, банкетное меню 2, оформление 1, общее впечатление о свадьбе 1. Я просто хотела бы выиграть, девочки. Ничего личного. Но свадьба моя была точно лучше. Предприняла меры, вот и все. Я не чувствовала там заботы о себе. Это не была свадьба, это будет театр. Это не была свадьба для вас. Для вас? Мы не театр. Мы не для вас работаем. Причем тут это? Ты все равно должна, мы как подружки невесты. Я боюсь. Ты должна уделить время. Я за нас набросился. Не надо. Все. Кристина Алину поставила. Платье невесты 3, банкетное меню 1, оформление 3 и общее впечатление о свадьбе 1. Объясните. Господи, не надо. Оставь при себе. И у тебя была лучшая свадьба. Шикарная. Я считаю, что моя годовщина была для меня шикарная. Алина Кристина. Платье невесты 1, банкетное меню 1, оформление 1, общее впечатление от свадьбы 10. Ну тогда прокомментирую. Да, почему ты мне поставила все однерки? И почему в конце десятка, например, у меня шестерка? Ты считаешь, это нормально, тоже? Да. Ты считаешь, моя свадьба была на 4 балла хуже, чем у Кристины? Вопрос Аиде. Ну здесь же я вопрос задала, зачем ты перебиваешь? Я тебе вопрос задала, почему Кристине 10, а мне 6? Общее впечатление? Моя свадьба была на 4 балла хуже. Потому что она кайфовала на своей свадьбе, а ты играла. А, я играла. Ну все отлично. Анастасия Кристина поставила платье невесты 2, банкетное меню 2, оформление 1, общее впечатление от свадьбы 15. Ну вот, тоже объясню. Ну хоть за платье 2. Вы стоили нормальные оценки, они ставят нам... И они нам еще задают вопросы. Ну а с нее, ну как бы Ахтуменск не Нижнекамск, да? И там... Ну да, это же не такой красивый город. Подожди, можно, пожалуйста. Камай, пожалуйста, хорошо. Вы же живете в таких городах. Послушай, пожалуйста, меня. Хорошо. Мне можно объяснить? Давай объясняю. Если хочешь. Вот. И как бы сделать... Ну там красивых таких, может быть, видов нету, да? Но Кристина... Там все есть. Хорошо. Вот. Ну, значит, не было возможности сделать такую шикарную свадьбу, но Кристина постаралась. И она сделала офигенную свадьбу для своих гостей. Трэш просто был. Просто я пошла делать. Победа, в принципе, не заслужена. Мы с тобой самые красивые. Ну а вас еще раз с победой. Давай сейчас супер. Супер, классно. Наша свадьба самая лучшая! У-у-у! Распахнутая дверь. Четыре свадьбы. Четыре свадьбы. Ну вот и все. Ты замужем теперь. Ты замужем теперь. Ну вот и все.